5 декабря в России отмечают День волонтёра. В этот праздник благодарят людей, которые готовы протянуть в руку помощи тем, кто в ней нуждается. 3 декабря в Центре культуры и молодёжной политики прошло награждение десногорских волонтёров за их бескорыстный и важный труд. Таких людей в городе становится всё больше. За прошедший год их численность увеличилась почти в полтора раза. Своё призвание в помощи людям находит более 400 человек. У слова добровольца прекрасный поле добро. Вы все делаете добро. Притом, самое интересное, вы делаете его от чистого сердца. Вас никто не заставляет. Очень приятно, что вы начинаете задумываться о этом добре вот с такого юного возраста. Потому что, когда вы будете старше, оно всё равно будет идти с вами. Это уже станет силой вашей привычки. Благодарственными письмами были отмечены школьные волонтёрские отряды. Данка, несколько хороших людей, горячие сердца и горячие сердца. Отряд про добро детского дома творчества, а также волонтёрский штаб Добро тут. Несмотря на свой возраст, сил на помощь другим не жалеют и серебряные волонтёры. Уважаемые серебряные волонтёры, мы очень рады, что вы с нами. Потому что мало того, что вы всю жизнь делали добро, вы учите нашу молодёжь вот этому прекрасному направлению. Вам низкий поклон. За прошедший год волонтёры провели более ста мероприятий и даже реализовали собственный проект – комикс «Рисованные истории». Куратор проекта Оксана Шейфель и иллюстратор Анастасия Рысева создали нового супергероя. Волонтёр является супергероем. И во многих комиксах как раз участвуют супергерои, они совершают добрые поступки. И это я решила положить в основу своего комикса. Любой читающий может познакомиться с различными направлениями, которые наиболее развиты в нашем городе, узнать, какие мероприятия в них проходят. И, может быть, если его это заинтересует, он захочет стать волонтёром. Проект был направлен на премиумы вместе и вышел в четвертьфинал. Также в декабре этого года выйдет печатная версия комикса.